Голосовой светофор подсказывает о возможности перейти дорогу. Остальные сложности пути берет на себя лабрадор-ретривер Шелл, заменяет хозяину глаза, обводит его вокруг луж и других препятствий разной величины. Игорь Коломыцын признается, чтобы завести такого сына и друга пришлось постараться. Стоял за ним год в очереди в питомнике для собак-поводырей в Купавне. Там его детально расспросили о росте, весе, образе жизни, месте проживания, чтобы подобрать помощника по темпераменту и физическим возможностям под хозяина. Активному горожанину весом около 100 кило нашли 20-килограммового лабрадора, любящего гулять и резвиться. После новая команда прошла вместе двухнедельное обучение и сдали экзамены. Так в 2020-м благовещенец привез Шелла знакомить со своей малой родиной. Первые полгода тяжело. Маршруты надо узнавать. Магазин, кэш-н-кэрри, поликлиника, амур, гулять, набережная, аптека. Все это надо узнавать. Для этого надо ходить со зрячим. Надо найти зрячего, чтобы на тебя время выделил. Берешь с собой сыру резаного, пришли, называешь место магазин. Раз ему сыру, домой. Вот домой он уже сам. И вот так мы полгода мучились, а теперь уже больше 25 маршрутов знаем. Изучать город заново мужчине с инвалидностью по зрению пришлось чуть раньше. В 2018-м лишился глаз в автомобильной аварии из-за сильного удара головой. Восстановившись после многочисленных переломов рук и ног, морально прийти в себя долго не мог. Но с появлением лохматого друга жизнь сильно изменилась. Сейчас часто выходит на прогулки только благодаря Шеллу. Отмечает, последние пару лет передвигаться по городу стало проще. Тротуары с пандусами, тактильными дорожками, на перекрестках голосовые светофоры, которые власти устанавливают порой по просьбе незрячих благовещенцев. Хотелось бы, конечно, выразить огромную благодарность нашему градоначальнику Олегу Таулычу Мамееву. Всегда идет навстречу. Всегда помогает. Сердце доброе. Спасибо его родителям, что воспитали такого хорошего парня. Еще хотелось бы отдельную благодарность управлению ФСБ пограничникам по Амурской области. Погранзастава Градекова. Начальник заставы изредка нам помогает. При поддержке мэра Олега Мамеева в июле в областной столице прошел форум «Мы с хозяином вдвоем мир широкий познаем». Он собрал инвалидов по зрению с собаками-проводниками не только из Приамурья, но и из регионов Северного и Южного Урала Республики Татарстан. Его участники рассказывали незрячим амурчанам, что жизнь после потери зрения не заканчивается. Стоит лишь завести себе четвероногого помощника. Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».